Туризм департут разрусаса в Бразиле на боскане на улице. Почему граждане русские оптят за брозу в Флорианополис? Почему каждый день в Майсане русские въезжают в Бразиле в Бразиле? Почему граждане русские оптят за брозу в Флорианополис? Вмотив, что врагам казах русских отдыхают в Бобеде в Санта-Катарине. В жизни Путина русские искали в Флорианополис. Резиндно, практически все видео бразилья говорили о феномене, о котором ни не мог бы пример. Фамилии русских женщин с гражданами, все остальное, чтобы начать новую жизнь в Бразилии. Привет, ребята! Все хорошо? Меня зовут Ольга, и я Русинья, и я учусь по-порту. И я делал настоящую исследовательную исследование о том, и сегодня, сейчас, я расскажу все это с вами. Почему так много людей, из другого мира, выбирают именно Бразилия? Как их адаптировать? Как их логово-производят? И что, на вернаде, их atraе? Клима, фрута, самба, или пассапорте бразилия? Я говорила с бразилиями, которые живут с русскими русскими. Я говорила с инфермерцами в больнице. И, в основном, в этом видео, я покажу вам 2 entrevисты с русскими русскими гражданами. И, сейчас, они больше, с маленькими бразилиями, которые родились в Бразилии. Вы, которые учатся на моем канале, уже знают много русскими русскими, которые живут в реальности культуре бразилия. Музыка, карнавал, футбол, капуэйра, и, конечно, новеллы бразилия. И, в основном, есть у героя классика, супер популяризисима на Руссии, который его мечтали, чтобы у меня помочь на Рио-де-Жанейро. Рио-де-Жанейро – это хрустальная мечта моего детства. Не касайтесь ее своими лапами. Рио-де-Жанейро – это хрустальная мечта Рио-де-Жанейро – это хрустальная мечта. И, как все, все знают, Бразилия есть очень сильные лапы с Европой. Вы знаете о различных лапах для Бразилии. Руссия – это очень легко найти здесь Музыка, продукты в супермаркетах, традиции, festы. И я могу это попробовать, как у Руссии, что я люблю в Су-Бра-де-Жанейро, что всегда есть в моей детстве. Я никогда не видел в других регионах Бразилии так много консервов в супермаркетах, как я видел в Су-Бра-де-Жанейро. И в украине и в Су-Бра-де-Жанейро Кривы – это Клима и местная мгл. На Верон, реально в России. Но в море может быть холодным, такой фреймаркет, а в сфере, что, в России, может быть, эта заповедная железная маньяка, который, наверное, если нет, Здесь, в Су-Бра-де-Жанейро – это очень красиво, здесь – это очень важный, в России, и в рамках, Это очень популярно для ферии, даже с бразильными, даже с русскими. И я тоже знаю, что, конечно, один важный момент для них это праи, потому что в городе должны быть праи. Моя семья всегда думала, что я немного страна, потому что я живу практически всегда в Сан-Паулу. Потому что, на русском языке, если ты можешь жить в Бразиле, ты должен жить на прае. Но почему именно в Бразиле? Если мы смотрим на мапа, это очень далеко. Это, literalmente, на другой стороне мира. Есть многие страны рядом с Руссией, где они могут менять, и быть более близко для своей земли. И, если нужно, может быть, даже приезжать на Руссии более легко. Потому что... Не знаю, если вы знаете, что вы знаете, как правильные паулы в Бразиле на Руссию, или обратно. Паулы в Бразиле на Руссию и обратно в Бразиле на Руссию, в Бразиле на Руссию и обратно в Бразиле на Руссию и обратно в Бразиле. Потому что, между тем, что мы уже говорим, что мы уже знаем, есть еще один путь позитивный паулы, который очень сильный паулы в Бразиле на Руссию и обратно в Бразиле на Руссию и обратно в Бразиле на Руссию. Все было запрещено trying to limit. У нас из Бразиле не нужно этим чтобы убить паулы на Руссию, но во-как, что, с Бразилованием не нужно его паулы на Руссию. Просто купить паулы и идти. Например, во-как. Один из страны на Европе получают бразилия без никакого видов, но русские всегда нужны. И это никогда не было грязно, знаете? Например, европейские, которые находятся в зоне Шенген, для получения видов, 100 евро. То есть, конечно, что бразилия паспорт бразилия это желание. Это очень большой паспорт. И более простой, более простой для них получать паспорт, это иметь ребенка в Бразилию. Если женщина русская будет иметь ребенка в Бразилии, то ребенка автоматически получит паспорт бразилия. А мама уже получит РНИЕ и может начать подготовить документы после того, чтобы применять паспорт бразилия для нее. И потом, рода, также. Но, Сентал, кто эти люди? Кто эти русские, которые сейчас хотят превращаться бразилиями? Только по поводу авиации России в Бразилии, и вы уже можете понимать, каковы гаспорт бразилия это изменение по другому городу. То есть, большинство этих людей с классом медиа, которые могут ехать по-другому, или по-другому, или по-другому городу. Героятно, они работают в Бразилии, или по-другому, и, в этом случае, и, в этом случае, это более легко. То есть, когда ситуация на Руссии улучшилась в году, в году 2022, для этих людей, Бразилии была настоящая спасена. И, по-другому, я понимаю, как они, в момент, когда они решили, что они хотят выйти из Руссии, что они выбрали Бразилия, что они выбрали Бразилия, что они очень фокаты на этот объект. На данный момент, их основной проблемой было как-то привлечь свою паспорт бразилия, для того, чтобы начать новую жизнь. Конечно, вы уже слышали о санцах, на самом деле, даже о санцахах, что Россия получила после начала конфликта с Украиной. То есть, эти санцахах улучшили, или даже улучшили, возможности для русских привлечения своих денег для России. Руссия объясняет, что было очень сложно, и для некоторых людей, что было невозможно привлечить свои деньги для России. Например, если вы, русский, хотите путешествовать, хотите путешествовать, можете путешествовать, но свой деньги будет здесь, в России. Потому что санцами, русские не могли больше отправить денег на территорию, или получать. И, с другой стороны, руководства, также были какие-либо ограничения. Таким, вы решили, чтобы помочь в другом стране. И, конечно, вы можете взять свою машину, но свой деньги будет здесь. И, с другой стороны, в том, что, 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 вы можете провести национальный не важно, как у нас вебинар, как хотят, на сумке, на картехе, на кранах, на картехе на кредитах, на фунду, военностей. Потому что, 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 Которая, что ты хочешь? Семь перейдем денег, с тачей и конверсой. Поэтому я рекомендую Номаду, что у нас есть компания глобала, без тачей и обращения. Вы будете получить свою компанию в долларах, с помощью простого и сега, без бюрократии, и вы обрабатываете только свои догсы бразильные. И это же, вы уже можете жить в Бразиле и получить свою компанию в долларах. Очень шик, не люди? У вас есть компания в долларах, и очень практика для тех, кто везет, для тех, кто хочет купить в долларах, и для тех, кто хочет купить деньги в долларах. И как Номад, вы будете его платить в долларах, в более 180 странах, как минимум, и много денег. Номад, это в Салавип, эксклюзивно, на Рапорте Гуарулли. Excuse me, I'm a VIP. Чего не искать денег и не потерять время на calculатуре, или найти место для меня. Но, очень важно, как и олга20, вы получили до 20 долларов, и до 20 долларов, на свой первый кэмби. Это заинтересно, и не потерять возможность. Вы только 15 дней, после того, вы получили в долларах, как и олга20, это заинтересно. Я знаю, что вы очень интересны о встрече с ними. Они приехали в Брэзиле, живут в Флорианополис, и уже сделали свои первые и олга20. И они решили провести в Салавип. спать в Брэзиле, и они решили приезжать в Брэзиле и в Брэзиле. мея назад, мой муж предложил, я был граждан, мой муж предложил идея, типа, мы можем дать лусь в Бразилии. Это хорошо для русских людей, для нас. Первое, я думала, что, мой бог, это... Потому что это очень много. Потом, я думала, что это может быть праздник. Почему не? Мер, фрукты, все эти вещи. И это было круто. Я очень понравился. И этот процесс дать лусь в Бразилии, дать лусь в Бразилии, как это было? Это было круто. Я очень понравился. Материнство, хоспиталии. Это было круто. Я очень понравился. Но я не знал ни одного. Я не знал ни слова. Вы не говорили портвы? Я не говорила. Как вы с ним общались? Какие люди говорят в хоспиталии? Некоторые люди говорят в английском, но... Я очень использую гугл-тадутор. Ага. Я очень понравился. Я очень понравился. Я очень понравился. Она работает здесь, чтобы помочь с молодыми людьми. Да, 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 да. Она была tradутата. Она помогла мне. И работники, которые работали там? Да, очень хорошо. Я помню всех, всех. Спасибо. И потом, вы дали лусь. Наслезал ребенок, да? Да, ребенок. Да, ребенок. Да, ребенок. Мы вернулись в Руссию. Он был два месяца. И потом начался с пандемией. И мой муж сказал, «Все нравится в Бразилии?» Я говорю, «Все нравится!» «Все нравится!» «Я нравится!» «Да, я нравится!» Потом, мы подумали, что мы можем вернуться в некоторое время. Мы не знали, как раз, как раз, как раз. Но сейчас мы живем здесь, почти три года. Мы очень рады. Мы очень рады. Мы очень рады. Мы очень рады. Я люблю Россию. Мы очень рады. на вашу историю. Вы вышли первой шестой, что вы пришедете здесь с первой... а даже не думайте, что вы будете. Да! Конечно. Но однажды не могу. Три года. Такое время. Месяц. А, и теперь теперь уже будет 4 года. Может быть, 5, 10, я не знал. Но сейчас мы живем здесь, мы работаем, мы aprendем язык, все разные вещи. Которые разные вещи, традиционные. Это очень круто для нас. И я не могу не спросить. Вы живете здесь, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, но вы уже посетили другие места в Бразиле? Да, да. Да, да. Сау Пало, Рио-Джанейро, Curитиба, Болниарьо и Камбарил, Фоса-Дуга-Су, это очень круто. Очень круто. И еще есть маленькие города, как Блиуменал. А, здесь, в Санкт-Петербурге. И Парати. Парати, очень круто. Есть ли вы планы для России? Да, сейчас в Санкт-Петербурге. А, сейчас мы хотим увидеть еще городе, как Фортализа. Да, да. Наши друзья, которые раньше живут здесь, они живут здесь, в Фортализа. Вы хотите выходить в Санкт-Петербурге, в Флорианополе? Все мои друзья говорят в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге? Это здесь. Да. Я брезвилера. Манезино. Манезино, Ата. Я не знаю, что это. Как это? Какое язык он говорит? Многие предпочтутать по-порт-петербурге. Мы всегда говорим в роде, в русском. Но теперь он ученый, в третьем году в школе. Он говорит по-порт-петербурге. Когда он спит, например, он говорит по-порт-петербурге. Ох... Как он обижает по-порт-п compгресс? Когда онenser går со собой, он говорит по-порт-петербурге. Я спросую, почему ты помощь выступает в русском? И он ответит онughовым. Он говорит, что он не знает по-пем Hydro. Не понимаешь, не понимаешь? И мой муж не говорится по-другому? Да, он говорится, но говорится очень хорошо. Я тоже говорила, но он еще aprendет, потому что он не имеет практики. Позвольте для него какую-то новелку, чтобы слушать в португе. Чтобы научиться более быстро. И адаптация? Потому что ты уже вышел здесь, да? Да, да. И как была ваша адаптация в первые месяцы, в первые годы, и муж, и все? Это было сложно для меня, потому что я не знала язык. А, конечно. И, Господи, я был очень комфортным. Потому что никто не говорит английский. Это было очень сложно для меня. Я устраиваю с моей семьей, а теперь тоже. Потому что это очень далеко. Но я устраиваю с моей семьей. Я устраиваю с моей семьей. Все. Это было сложно. Но теперь я уже устраиваю. У меня уже устраиваю. У меня устраиваю. У меня устраиваю. Вы, ты, она очень мощная, да? У меня устраиваю. Потому что, в общем, когда ты забываешь, ты просто хочешь, знаешь, дать, расшить, и, типа, pedir algo. И, в общем, ты не можешь сказать, что кто будет. вы хотите понять что вы хотите. И наши интересы на менталит... Наша, я скинулась в металлит... И наши интересы на металлит... Разве люди здесь здесь здесь? Да? Да. Да. Я уже устраиваю. Но раньше я думал, что, боже мой, здесь на Brasil все очень дешевле. Компарадом как на Русской. Потому что я проживала на capital, в Москве, в большинстве, все же, все же, все, все serviço se você paga por exemplo advogado médico vai na hora de cinco минутos se você paga tudo certo por exemplo você chama emergência porque criança tem febre né daqui a meia hora tudo certo já está em casa sim mas aqui não é tudo muito devagarinho porque na rússia sim especialmente no moscou tem muita pressa tudo muito muito agitado e todos os especialistas trabalham trabalham no sábado domingo sem problema tem feriado só trabalha muito é verdade sim mas aqui mas não vou mais devagar praia cerveja relaxada tudo bem e você ficou eu prefiro você ficou mais relaxada a calma a calma dizendo você também virando um pouco brasileira então daqui a cinco anos eu não vou ligar no sábado não atender no domingo ninguém muito obrigada pela essa conversa foi maravilhosa interessante dividir a experiência obrigado também é você já a gente essa foi a primeira entrevista com e catarina e história dela outra entrevista eu peguei com sasha e ela tem história diferente gente e agora estou diretamente na casa da sasha olá gente sou russa da cidade de uremburgo minha primeira vez aqui no brasil foi na porto alegre cinco anos atrás isso é uma coisa muito única muito diferente sua primeira viagem no brasil foi pro a pra onde eu vou porto alegre sabe havia um mapa um bem perto com o mar mas quando chegamos eu preciso falar que é o seu português é muito bom mas é porque eu já sei que você não tanto tempo mora aqui você mora aqui quanto tempo como que tudo isso no brasil fala pra galera aqui no florianópolis moramos já seis meses meio ano mas quando foi gravida moramos com família brasileira quase três meses então acho que por isso eu falo bem português porque ela é assim porque ela me ensinou tipo não teve outro jeito para não falar sabe você falava algumas outras línguas já inglês só inglês russo e inglês ai aprendeu português e três meses grávida no brasil sim eu também todos os dias olhando youtube no português acho que é prática é a maioria parte quando vocês me falam que eu aprendi rápido em dois anos alguém aprende em três meses ouviu? mas você fala melhor do meu porque o brasil fala pra nós quando eu descobri que estou grávida falei pra marido vamos pra brasil porque nós precisamos tirar o passaporte brasileiro porque o passaporte brasileiro é bem melhor do que o nosso russo porque somos viajantes e viajamos muito em outros países a maioria na europa e com o passaporte russa precisamos fazer vista sempre com o passaporte brasileiro precisa somente de passagem só compra e vai vai aproveita e por que brasileiro exatamente o passaporte? medicina aqui está barato não barato é gratuito para estrangeiros também muito bom deu a luz no hospital público foi no público mesmo eu gostei muito médico como foi a experiência de dar a luz em um país que não é sua? minha mãe me falou você é louca não pode sair mas por que não viajamos muito vamos viajar para dar a luz pra lá já tivemos amigos aqui no brasil brasileiros ele convida vamos 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 morar juntos na nossa casa então sim é brasil e também sinto muito essa alma aqui no brasil gosto muito algumas pessoas bem parecidas como russas né tem vibe mesmo eu vou dizer que eu acho que como todo mundo com quem eu falei sobre a mudança para o brasil a reação dos pais especialmente de mãe russa foi igual o que você vai fazer? para onde você vai? que é? mas depois quando deu a luz eu aprendi que está bem difícil como pequeno mas gravidez foi muito boa foi muito leve é leve e como foi depois? seu filho já tem quantos anos? já tem 3 e agora vocês moram no brasil aqui? agora chegamos aqui exatamente para tirar o passaporte então já tiramos esse cartão da imigração vamos morar não sei um ano dois quanto precisa quando ele nasceu queremos sair embora para a rússia depois um mês da vida mas a covid-19 chegou não conseguimos sair então moramos aqui mais 6 meses mas moramos já no Florianópolis tipo ele nasceu quando ele foi 10 dias chegamos para cá para Floripa por que vocês escolheram? porque nossos amigos russos um casal queria tipo sair para vacância para relaxar vamos para visitar Sasha e Sasha para conhecer o filho deles vamos para Brasil então tem praias e nosso amigo escolheu Florianópolis por causa de praias ele viu que está bem perto com Porto Alegre e nós vamos chegar para Brasil para Florianópolis e você precisa sair somente para Florianópolis vamos encontrar lá na Floripa sim ele foi 10 dias chegamos para cá encontramos juntos com amigos muito bom e 2, 3 dias depois a covid-19 e você já fica? sim e fronteiras dentro estados também foi fechados achei que é bom que conseguimos sair para praia antes que vocês estavam na Floripa nesse momento no início da pandemia fica bem melhor nossa eu acho que sim é sorte é sorte foi muito legal e agora como você se sente aqui? acho que últimos 2, 3 meses estamos apaixonados por essa ilha porque antes fomos muitas malas, muitas bolsas, sempre muda, muda agora eu sinto que vamos ficar aqui para longe tempo ainda não sei você se adapta a maqui e você já sente que você é tudo bem? eu sinto que estou na casa sim, com certeza não sinto falta de mãe e pai lá na Rússia mas sinto que sim, casa é aqui, aqui na ilha ainda não trabalhamos com o marido, ele é tatuador, ele trabalha às vezes você é artista, né? sim, eu sou artista, mas sim, eu sou artista eu tenho agora lá na Rússia tem uma minha exposição no museu nossa senhora é, obrigada e aqui no Brasil vai fazer exposição? eu quero, eu quero vai fazer, é claro, olha e sobre o filho, agora ele é tipo, você é uma mãe de um brasileiro pequeno, né? ele não está na escola ainda, né? ainda não, não mas eu já pedi o médico para fazer todas as vacinas que precisam aqui vai para a escola, filho, vai fica brasileiro, aprende português na escola vai ser muito mais fácil, muito natural, como outras crianças vão aprender vocês realmente, como falam no Brasil, caíram de paraquedas é claro, com todos os problemas que acontecem no mundo inteiro e agora acabam acontecendo que agora vocês viram brasileiros e moram aqui e agora a casa é aqui é, é sim, casa muito legal, muito obrigada muito obrigada foi muito legal conhecer sua história tchau, tchau para deixar a minha investigação ainda mais profissional eu falei também com uma enfermeira da maternidade no hospital é claro que a gente não poderia gravar nossa entrevista ela não pode aparecer na tela porque esse assunto é bem delicado e para compartilhar esse tipo de informação em público ela precisa de uma autorização oficial como um profissional que trabalha no governo brasileiro enfim, a gente tinha uma conversa muito interessante ela aprovou que sim, tem muitas roças ela já até aprendeu algumas palavras específicas que você precisa durante todos os procedimentos no hospital de maternidade ela falou que já tinha casos diferentes que tinha as pessoas carinhosas e mais nervosas, estressadas porque algumas chegam já bem grávidas e claramente não falando nada de português mas geralmente eles levam um tradutor, pessoa que fala russo e português e ajuda em todo esse processo também tem outras russas e russos que chegam um pouco com antecedência estão tentando aprender a língua, já entrar no assunto ser acompanhadas deste início do parto com um dator específico brasileiro e a coisa principal que é todo mundo, sem exceções estão chocadas que ter filho no Brasil, inclusive os turistas que é caso deles, é de graça eu também fiquei surpresa para descobrir isso que a qualidade da medicina é muito alta e de graça o serviço que você recebe é de verdade bom as pessoas cuidam de você as russas com quais eu estava falando eram muito felizes que eles passaram por esse momento tão importante na vida exatamente aqui no Brasil com um jeito muito mais carinhoso um jeito muito mais confortável e jeito receptível e como resultado agora a gente pode ver como um bairro na norte da ilha do Florianópolis ingleses está virando um bairro russo já existe um restaurante russo escola para as crianças salão de beleza que abriram os russos que chegaram e que usam os russos e os brasileiros eu falei com meus amigos brasileiros que moram na norte da ilha não só no bairro inglês mas nos bairros ao redor praticamente todos me falaram eu tenho vizinhos eles são russos ou eu tenho uma amiga que tem vizinhos e eles são russos e como eu mesma também estou em Florianópolis agora pelo menos uma vez por semana mas eu consigo reconhecer que alguém na fila não está falando português mas está falando russo eu sei que antigamente existia uma onda da invasão argentina aqui em Florianópolis na Ilha da Magia especialmente no verão né acho que agora os hermanos vai precisar dar um espaço para as camaradas russas e também espero que você já se inscreveu no canal dê o like para esse vídeo e com certeza eu quero saber o que vocês os próprios brasileiros pensam sobre tudo isso é um caso que ninguém estava esperando de verdade não se para e vamos se encontrar nos outros vídeos do canal até lá beijo no coração tchau tchau